Всем привет! С вами вновь Антон Логовинов. В нашей индустрии с вами ничего интересного не происходит. В последнее время можно просто со скуки сдохнуть. Люди в отчаянии, в погоде за трафиком по пять раз обсуждают, почему Blizzard плохая, почему кто-то еще плохой. И вообще без конца ругаются и прочей всякой херней занимаются. А я бы хотел обсудить на самом деле очень важную тему, которая меня дико заинтересовала. И на самом деле она совсем вот этим вот связана с тем, что мы обсуждаем в последнее время. То, что люди в интернете какие-то злые, что они вообще очень плохо соображают, очень плохо анализируют, очень мало думают, очень много кричат. Практически самый, наверное, часто задаваемый у меня вопрос на стримах, блин, а как ты борешься с депрессией? И как оказалось, вот это все очень-очень сильно связано. Коротко я наткнулся на один очень интересный видеоролик, в котором, ну, нашлось объяснение очень-очень-очень многим процессам, которые происходили последние годы, в том числе со мной. И то, что я наблюдаю вот в окружающих. Речь идет о записи, сделанной в рамках делового ужина Сбербанка в Давосе. И да, это максимально, может быть, далеко от тематики моего канала, но поверьте, это прям имеет прямое отношение ко мне и к всем вам. Ну, там собрались различные европейские партнеры Сбербанка, дядьки, в общем-то, от мира больших денег, естественно, не самые последние, не самые глупые. На этом ужине Герман Греф, который весь такой современный, любит у нас различные методологии и практики, он представил руководителя их лаборатории нейронаук и поведения человека, которую они организовали, по-моему, в прошлом году. Ну и, собственно, из названия можно понять, чем эта лаборатория занимается. Она, видимо, анализирует поведенческие факторы, в общем-то, людей, людей в сети, для того, чтобы Сбербанк мог, в общем-то, прогнозировать поведение своих пользователей, клиентов и получше всучивать им различные предложения. Руководитель этой лаборатории Андрей Курпатов, это, на самом деле, довольно известная медийная личность, это психолог, он когда-то вел передачу на Первом канале, потом стал чуть ли не личным психологом, в общем-то, жены Эрнста, потом стал руководителем Красного Квадрата, это главная продакшн-компания, которая делает почти весь контент на Первом канале. А вот теперь перешел в Сбербанк, у него, кстати, есть собственный канал, в общем, абсолютно не глупый дядька, у него куча книг, и он, в общем-то, выступал за докладом о текущем состоянии нашего цифрового общества. В нем он собрал, в общем-то, различные исследования за последние годы, и вот когда я послушал его доклад, ну вот у меня прям вот такие все ниточки из моих наблюдений за последние годы прямо-таки сошлись, в том числе, вот, говорю, над собой. Ну, очевидно, что мы состоим из тех химических элементов, которые мы потребляем из окружающей среды с пищей, и в этом смысле можно сказать, что мы то, что мы едим. Но то же самое абсолютно идентично и для ментальной сферы, мы то, какую информацию мы потребляем. Короче, если вас интересует, почему у вас депрессия, почему, в общем-то, социальные связи, да, общение с друзьями не идет так, как раньше, почему все вокруг сидят в телефонах, почему все недовольные и несчастные, и почему нижний интернет такой тупой, Вот вам факты. За последнее время представления о том, как работает человеческий мозг, на самом деле, сильно изменились, его гораздо лучше изучили. Оказалось, что у нас есть не просто различные доли головного мозга, да, которые отвечают за различные наши действия. Оказывается, все они объединены в сеть. И есть три базовых режима мозга, когда он перенаправляет ресурсы на нужные задачи. Первое, это потребление информации. Когда я такой сижу, вам что-то рассказываю, вы слушаете, или вы там смотрите какой-то контент или фильм, вы просто, да, воспринимаете информацию. За это отвечает центральная исполнительная сеть. Второй режим работы мозга, это ориентация в ситуации. За нее отвечает сеть выявления значимости. Это когда вы идете по улице, к вам приближаются, в общем-то, различные люди, вы пересекаетесь с какими-то объектами, и, соответственно, думаете, как сориентироваться, где там подпрыгнуть повыше, думаете, где лучше сесть, как передвигаться в пространстве. Есть еще третий режим работы мозга, это такой idle, нейтралка, когда ваш мозг ни о чем как бы не думает, когда вы просто вот сидите задумчивый. На самом деле это самый важный режим работы мозга, потому что в этот момент ваш мозг прочитывает разные аспекты ситуации. Он учитывает системный аспект, и именно в этих состояниях вам приходят самые интересные решения и инсайты. Именно в этот момент вы вскрикиваете «Эврика!». Все бы ничего, но наш мозг устранен так, что он выбирает всегда самую легкую задачу. То есть, вот очень прикольно там в докладе было, что если поставить рядом картинку какой-то научной работы или Инстаграм Ким Кардашин, то мозг автоматически смотрит на Инстаграм. Почему? Потому что это просто, это визуальный образ, картинки, не нужно больших энергозатрат для мозга, чтобы их оценить. И дальше представители медиа-индустрии, которые создают, собственно, контент, они соревнуются с друг с другом на предмет того, какой контент сделать как можно более проще. И мы сейчас наблюдаем эскалацию примитивного контента. А мы, как мы уже сказали, это то, какой контент мы потребляем. И самый большой косяк во всей этой системе, то, что для того, чтобы мы сели, успокоились, вот перешли в это состояние, когда мы не думаем ни о чем, нужно 23 минуты. То есть, это показали исследования. И вот здесь наш мозг попадает в ловушку, потому что век современной гиперинформации, когда она валится на нас завсюду, просто изо всех щелей, и только вот давай свайпой, скролли, попытайся от нее отмахнуться, что называется. Мы постоянно только потребляем информацию, и совершенно нам некогда ее анализировать. В ситуации, когда вы потребляете контент постоянно, у вас активна центральная исполнительская сеть, и это значит, что энергии в ваши зоны мозга, отвечающие за мышление, не поступает. То есть, по сути дела, ваш мозг впадает в спячку. Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Твиттера и Инстаграм, редко включают голову, мыслят стереотипы, штаблонно и не развиваются. А благодаря механизму, когда мы выбираем непростейшую задачу, конечно же, рука тянется посмотреть еще одну фотографию в Инстаграме, нажать на еще один ролик в Ютубе. Вообще, я по-хорошему, наверное, не должен был бы делать этот видеоролик, если бы я был заинтересован только в просмотрах. Потому что именно благодаря вот этим механизмам мы подсаживаемся на контент, начинаем его потреблять и невольно начинаем чувствовать от него раздражение. Я уверен, практически вы это не раз замечали, что чем больше вы сидите в социальных сетях, чем больше вы потребляете одного и того же контента, то у вас невольно возникает такое ощущение отупения, раздражения и неминуемо при этом депрессии. Значит, мы сейчас, по сути дела, переживаем фундаментальную трансформацию. Мы переезжаем из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из цивилизации текстов системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного. Дальше больше. Именно в состоянии нейтралки наш мозг, он не только обдумывает всю информацию, он еще и простраивает все социальные связи. Именно поэтому вы можете наблюдать по окружающим и друзьям, что люди все более безразличны друг к другу. Вы собираетесь со старыми друзьями в ресторане, а половина из них, это в лучшем случае, сидят в телефонах. В результате то, что мы имеем сейчас, это, по сути дела, эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. Другие люди для них, по сути дела, стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. И на самом деле это страшное дерьмо. То есть мы действительно становимся более безразличны к друг другу, более безразличны, в общем-то, к мыслям другого человека, более безразличны к эмоциям другого человека, меньше сочувствия, все меньше в обществе. И что интересно, одновременно с этим растет соглашательство. То есть чем больше человек листает Twitter, читает, чем больше он потребляет контента из социальных сетей, тем меньше он анализирует вообще все, что он прочитал. И вы можете это смело пронаблюдать на примере YouTube, когда один блогер хейтит другого, все такие, да-да-да, ты чувак прав. Приходит ответочка, все перебегают в обратную сторону, начинают чмурить этого. В общем, везде тотальная глупость и невменяемость. Уже в 1997 году количество экранного времени сравнялось с количеством времени, которое мы использовали, общаясь лицом к лицу. В момент появления айфона в 2007 году экранное время человека составляло более 8 часов, тогда как общение лицом к лицу уже менее 2. С новым поколением все еще хуже, потому что, как выяснилось, для меня это был сюрприз, но вот все, кто со мной общаются, я очень часто общаюсь с людьми гораздо младше меня, я и подругам, и друзьям всем своим всегда говорил, ребята, у вас есть время очень мало, до 25 лет, когда вы можете впихнуть в себя максимум знаний, максимум натренировать свой мозг, чтобы, в общем, стать крутыми чуваками, потому что дальше, дальше вам будет лень. И оказалось, что это действительно так, потому что до 25 лет в нашем мозгу формируются, как раз все доли головного мозга, все сети учатся с друг другом общаться, прорастают нейронные связи, и вот чем больше человек до 25 лет как бы натренирует свой мозг, тем дальше ему легче будет жить. По сути дела, мы занимаемся тем, что мы создаем программный сервер, который будет отвечать за процессы мышления в вашем взрослом возрасте. И молодой человек не просто получает знания о мире, пока он образовывается, молодой человек, по сути дела, программирует свой мозг. И вот современное поколение, которое потребляет именно мусорный контент, не какой-то хороший, интересный, который заставляет их думать, а именно вот этот вот шлак, который отовсюду льется, всевозможные скандалы, интриги, расследования. В результате происходит вот понятная вещь. У них постоянно работает режим потребления информации и совершенно некогда ориентироваться. Отсюда соглашательства, отсюда депрессии, отсюда неуверенность в себе, отсюда, в общем, все, что вы видите в современном интернете. И многие, да, вот в последний год могли слышать разговоры про то, что современная цивилизация меняется, что люди все меньше запоминают, но учатся более быстро искать информацию. Короче, вот вам ответ, почему нижний интернет такой глупый и несообразительный, так что иногда заорать хочется. Если вы проводите в телефоне больше двух с половиной, трех часов, у вас резко возрастают показатели, депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей. Пик этого графика это суицидальные и депрессивные наклонности. Конечно, кто-то пытается бороться с депрессией и уходит в телефон для того, чтобы избавиться от неприятных депрессивных мыслей. Но для большинства все-таки присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения и так далее. Социальные сети в этом смысле действуют очень болезненно. Но, к сожалению, все это касается не только молодого поколения, но и нас с вами тоже. Мы тоже смотрим кучу мусорного контента, в общем, читаем кучу мусорного, ненужного на самом деле контента. И я думаю, многие из вас чувствуют подобные преобразования, изменения на себе. У меня очень часто спрашивают, как я борюсь с депрессиями. Наверное, это не просто так, потому что действительно у меня они есть. Может быть, даже как у творческого человека их больше. И, наверное, если бы проблемы не было, у меня бы так часто этот вопрос не задавали. И, собственно, если посмотреть, как я на него отвечал всегда, то тот рецепт, который я выработал за годы, он, в принципе, отлично вот ложится под все эти исследования и объяснения. Потому что я всегда говорил, что не нужно заниматься вот одним и тем же, что невозможно все время играть в видеоигры, они вам надоедят, нельзя все время книжки читать, нельзя все время работать. Нужно постоянно как бы загружать свой мозг к различными задачами. Я говорил, что мне всегда дико помогает социализация. Если у меня первые звоночки депрессии, я первым делом бегу общаться с друзьями, там встречаюсь. Если никого нет, беру, еду в какой-нибудь другой город, просто сменить обстановку, пообщаться с новыми людьми, чтобы был приток новой крови, чтобы были новые впечатления. Поздравить вас всех с наступившим 2020 годом. Да даже просто прогуляться лишний раз на улице, ну, не помешает. И, ну, если подумать, что это как раз все смена различных режимов работы мозга. И это действительно работает, только надо себя заставить. И, кстати, там, походы в зал, да, фитнес тоже помогает. И тоже, в общем, это имеет логичное объяснение, потому что мы меняем режимы работы мозга, плюс как раз есть время подумать ни о чем. И я вот тоже замечал, что куча идей мне приходит в зале. А еще больше приходит идей, когда я куда-то в отпуск лечу, потому что там ты отсекаешься от всех своих проблем, по сути, практически не пользуешься телефоном, постоянно куда-то передвигаешься, с кем-то общаешься. И всегда есть время поваляться на пляже и подумать ни о чем. Поэтому, в общем, на мой взгляд, есть о чем задуматься. Очень интересно, как во всю эту концепцию ложатся видеоигры, потому что, ну, кино, YouTube, понятно, это потребление информации, а видеоигры, это все-таки интерактив, да. И я думаю, что многие тоже отмечали, что когда ты начинаешь играть в игру, у тебя совершенно по-другому начинает работать мозг, а если ты еще в VR, то, может быть, там как раз он переходит в режим ориентации в том числе. Я тоже всегда говорил, рецепт так, чтобы тебе игры не надоели, не нужно играть в одни и те же жанры, даже если тебе они очень нравятся. Надоели шутеры, попробуй стратегии, потому что в стратегиях мозг работает по-другому. И, в общем, на мой взгляд, рецепт от цифрового аутизма, от отупения, это постоянная смена деятельности. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, что оно заставит задуматься, и в следующий раз, когда вы лишний раз полезете в телефон от нечего делать, может быть, вы отдернете себя и отложите его. Или когда увидите, что кто-то из ваших друзей туда полез, покажете им это видео, и объясните, что так делать не надо. Действительно, если разобраться, в общем, современные технологии, мега полезная штука, и они нужны нам, и они делают мир лучше. Но у нашего мозга есть постоянный соблазн заняться какой-то легкой задачей, и многие в этом утопают и становятся цифровыми аутистами. Общая установка на гедонизм, на получение удовольствия, при неспособности строить образы будущего, приводит к тому, что люди становятся очень нетолерантны к своим провалам, рассчитывают на легкий успех, и, к сожалению, все это, как мы понимаем, не лучшим образом будет работать на экономику, цивилизацию, в целом, на общество. На самом деле, ну, вы можете посмотреть, это обсуждают серьезные дядьки с серьезными деньгами, и я думаю, что, если вы посмотрите до окна, там, в общем, никто не собирается этому противостоять. Это воспринимается как данность. Это вот наша новая цифровая цивилизация, и действительно, в этом мире будет очень много глупых людей, и, в общем, ваш выбор становиться одним из них или нет. Действительно, изменение в потреблении информации приводит к тому, что мы переживаем, по сути дела, разделение не только мира на богатых и бедных, но мир на умных и глупых. Так или иначе, вот все, что было сказано в этом докладе, Курпатова очень сильно, ну, легло на мои наблюдения за собой за эти годы, и я, на самом деле, с ностальгией вспоминаю те времена, когда интернет был попроще. Ну, и я был, конечно, моложе, и вот я хорошо помню, что я был тогда намного более счастливый. У меня был мегамозг, я мог работать за десятерых, и просто настроение было космическое, и потом вот это начало как-то уходить. И я всегда думал, что это действительно возраст, что это стрессы, что я вот, ну, естественным образом подзатух. Но я никогда не задумывался, что это вот совпало с появлением социальных сетей и вот бесконечного потока именно мусорной информации. есть над чем задуматься, но возможно, я тоже цифровой аутист, и вот все вот эти объяснения просто подогнал под свою картину мира, такое тоже может быть. Пишите, что думаете, на этом все. Like, если видео было полезным, подписывайтесь, игровая индустрия потихонечку просыпается, скоро будет что обсудить, и возможно даже что-то очень громкое. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok